Так выглядит Новгород теперь. Но тогда, в 44-м, когда отсюда ушла война, на месте древнего города осталось пепелище. Не стало бесценных памятников древнерусского зодчества. Не стало и знаменитого храма Спаса Преображения на Ковалеве. 350 квадратных метров уникальной живописи 14-го века легли под рухнувшими стенами. По мнению специалистов, они были утрачены навсегда. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И художник-реставратор Александр Петрович Греков возглавил работы по спасению фресок. Значительная часть уцелевших фрагментов не была скопирована до разрушения, поэтому фрески приходилось складывать, располагая подчас лишь перечнем сюжетов. Одновременно проводились научные исследования, изучался стиль, иконография и техника новгородской живописной школы. 500 ящиков заняли обломки фресок, извлеченных из завалов. По крупицам собирали они каждое изображение, каждый лик, терпеливо подбирая обломки по цвету. Из мельчайших частиц постепенно воссоздавалось целое. Иногда лишь спустя месяц удавалось найти тот единственный камешер, который может снова вдохнуть жизнь в израненную фреску. После многолетней работы некоторые фрески были восстановлены. Для сохранности греков предложил монтировать восстановленные фрагменты на легких, высокопрочных титановых щитах особой изобретенной им конструкции. КОНЕЦ Возрожденные фрески уже экспонируются в музейных залах, свидетельствуя о высоком таланте древних мастеров и о подвижническом труде реставраторов, совершивших невозможное. КОНЕЦ КОНЕЦ